Если говорить об отношениях к команде, я так понял из твоих слов, что климат отличный, все одна семья, быстро новичков принимают. Вообще это было одним из секретов, наверное, от того, что климат так взлетел, и мы пришли, и ты, Джоя? Ну, наверное, да. Как говорят, командная химия – это один из основных вещей, которая должна присутствовать в такой команде, которая именно стремится и хочет, чтобы это выиграть. Говорят, что доверие Леброна нужно заслужить, что так просто не получается. Иногда, кажется, смотришь на того же Блата, и кажется, что ему еще только это предстоит. А вот с тобой как-то, по-моему, вышло иначе, он сразу начал на тебя активно играть, достаточно быстро делится мячом. Что можешь сказать? Что сказать? Действительно это так? Для начала надо понимать, что это баскетбол. И, я думаю, всех учили и в школах баскетболе, и если есть партнер твой по команде, и лучшие позиции, чем ты, надо делиться мячом. Вот, наверное, так просто правильно сказать. Но, тем не менее, со всеми происходит, по-моему. Может быть, просто еще я удачную позицию выбираю. А вообще, есть кто-то, с кем в команде дружишь больше? Как ты поймешь, что там друзья? Ну, вот, честно скажу, мне не нравится, что в команде чувствую себя очень круто и комфортно. Еще пока, да, такого товарища, как, допустим, в генераре, у меня, да, как бы, в Даниле, пока еще у меня, к сожалению, нет. Вот. И есть ребята, с которыми, да, более, более, как-то, ближе общаюсь, чем с другими, да. Такого близкого руку, как Данилка, пока еще нет, к сожалению. Может быть, связано с тем, что просто легионеров меньше в команде. Вот. Ну, вот, еще вспомнил про вратаря Колорадо, хоккейного Семена Варламова, с которым мы, как-то там пересекались, общались. Он поспорил, я видел в социальных сетях, что он поспорил с кем-то, значит, на исход финала поставил на клиринг. Проиграл и пошел мыть посуду в качестве наказания. Вот. Вы вообще общаетесь еще? Как-то он поддерживал тебя, по ходу, плей-офф финала? Ну, нет, я не скажу, что мы грузьями, мы хорошие места. У нас, в принципе, не так сильно получалось и номере пересекаться, потому что у нас там одна площадка, нас постоянно и разъединяли, и тренировки мы точно заняты для этого. Но надо теперь написать ему, извините, что я старался все сделать, что мог. Чтобы он не был посуду. Да, да. Ну, наверное, закончим, наверное, вопросом о том, как, что произошло все-таки в конце. Вот закончился матч, закончился шестой, закончился финал. Кто первым подошел, какие слова сказал, и как вообще хорошие заграднения? Ну, то, что в раздевалке происходило, оно останется в раздевалке, и я думаю, что от меня вы точно это не узнаете. А если за пределами раздевалки? За пределами раздевалки мы просто молча пошли в раздевалку. Как все видели, молча, потопили в раздевалку, расстроены. А то, что в раздевалке, это все уже не, к сожалению, я понимаю, что ребятам приходится узнать, но есть такие вещи, которых не стоит делиться. Ну, вообще, не знаю, была какая-то, понятно, что наверняка многие там писали, не с поздравлениями, а с выражением сочувствовала. Чувствовалась эта поддержка? И вообще по ходу плей-офф чувствовалось, что вся Россия из-за этого? Ну, вообще, у меня... ...чувствовалась поддержка огромная. Даже здесь понятно, что мы проиграли огромное количество я получил смс-ов, так сказать, о том, что... ...это сделано делом с картином. Удачи.